Утро в Сыктывкаре всегда, вернее, последние несколько дней, как минимум начинается с дефицита холодной воды. Очень классно, особенно если вы сегодня бежите в гонку, наверное, и вам нельзя не сходить в туалет, не умыться. Но, к счастью, сегодня мы в гонку не бежим, сегодня мы понаблюдаем. Давно на канале не было роликов, поэтому... Блин, даже не умылся, извините за мой такой вид. Поэтому сегодня мы, собственно, сейчас сделаем тренировку и пойдем посмотрим на всероссийские соревнования среди... Это кто? Юноши? Юноши 17-18 лет. В общем, в Сыктывкаре ежегодно проходят такие, можно сказать, детские лиме. На самом деле, юношеские старты всероссийские, на которые приезжает просто какое-то огромное количество детей на сегодняшнюю гонку классическим стилем. Ну, десятку для парней, пятерка для женщин, для девушек. Заявлено 350 вроде, что-то около того, пацанов и 180, да? Ой, ёма, 280-260 девочек. Уточню потом, скажу, это просто жесть. 280 девочек, офигеть, ребята. Ещё зацените, какая здесь сегодня классная погода. Сыктывкар временами дождь, плюс один. И самое интересное, что... Как будто вы можете видеть, как это выглядит из окна. Такая вот мерзкая хрень. Вон там вот трасса, для тех, кто не знает. И то, что вроде как и зира работают, но после такого огромного количества спортсменов, участников, лыжня уже закатается, заглинцуется, и зиры, наверное, в лыжне работать перестанут. Надо думать, что по смазке, по жидким мазям. Ну, в общем, это вообще кошмар будет сегодня для смазчиков. Тем интереснее будет сегодняшний влог. Покажем, расскажем со стороны, как это всё выглядит. Подготовка лыж на профессиональные соревнования. Погнали. Да, кстати, для тех, кто смотрит влоги, сразу за тизерю несколько моментов. Первое. У меня, как вы знаете, подписчики моего Инстаграма оторвалась в Финляндии в руки пятка от моих S2.0 карбоновых Альпин. Я её вклеил, но вот сейчас она оторвалась снова. Да, здесь свет не работает, хотя мы говорили. Так что, извините за темноту. Вот. Второй раз она оторвалась, и поэтому это знак. Видимо, что мне уж точно надо переходить на спайны. Да-да-да, опять же, те, кто были подписаны на мой Инстаграм, видели, что мне дали ботинки спайн, но там первый раз они ошиблись с размером. И вот сейчас с Эктывкаром мне привезли... Это 598-я модель, то есть это не карбоновая, предтоповая, но тем не менее, вот я один раз уже покатался. Вот. Короче говоря, обзор будет очень скоро. Так что, я видел в комментариях, что вы просили спайн, но вот я договорился с знакомыми, и мне как раз эти ботинки на обзор дали. Так что, ребята, скоро будет, ждите. Да, и чё он побежал ганьком? Кто? Где девка, блин? Видел, что лифт от этой вниз побежал на первый раз. Разминка? Ну, может быть. И, конечно же, первым делом мы идем в ВАКСы. Сейчас, я думаю, там смазчики проходят через все круги ада, пытаясь намазать девочек. У них, по-моему, как раз уже скоро старт. Все уже бегают, волнуются. Пока что еще не так много народу. Здравствуйте, Галина Вячеславовна. Здравствуй, Владимир Васильевич. Что, все-таки, наверное, на жидких сегодня? Нет, конечно, да. Ну, там что-то прям вообще снега не обещают. Только дождик небольшой. Девчонки катались? Не знаю. Ну, мы сейчас тоже с Лехой пойдем. Садких не добьешься, к сожалению. Ну, я сейчас свои зиры возьму, пойду на правую пятерку, выйду там. Там можно как раз выйти на подъем, посмотрю. Да. Ну, мне кажется, влажнее вряд ли будет. Будет только холодно. Охренеть просто. Тут пока свою фамилию, да, если там в первый раз пришел, будешь искать. Просто офигеть. Бери. 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 Давай пробуюсь. Да. Самое интересное, что старт такой длинный, что, в принципе, там, например, первых участниц девочек можно мазать одним вариантом, а пацанов в конце протокола можно мазать уже совсем другим. Столько выплываешь. Семьсот человек. Семьсот человек, офигеть. Это три всего лишь возраста, господа. Это три года. Смотри, 2002, 2003, 2004, да? У нас сегодня тоже из команды парень бежит. Тоже у нее две пары Zira, одна такая. Сейчас будет выбирать. Все, пойдем покатаемся. Вернемся очень скоро. Продолжаю съемку на айфон. Вот идет старт девочек, который будет продолжаться на протяжении еще, наверное, полутора часов. Пойдем попробуем Zira. Скажем, как они работают или нет, потому что все-таки здесь круг преимущественно из искусственного снега состоит, стрелянный. Поэтому надо, конечно, смотреть, идти, ну, в лес, там и погода чуть-чуть другая. Сейчас можете наблюдать один из самых, вернее, самый, наверное, сложный подъем на 5-километровой трассе в Сыктывкаре. Потому что он такой очень крутой. Но девочки, здесь, смотрите, заходят лыжные. Такой возраст у девочек, что их номера просто некоторые весят вообще как-то. XXXL. Ну, а что поделать? Смотрите, как уже тяжело девочкам. Подъем явно, наверное, не для такого возраста. Так смотрим, что их даже жалко. Перед не скатил. Да. Возьми, подожди, подожди Одну так надень, вторую так И посмотри под ногой У нас спортсмен выбирает, о чем убежать Выбор, честно говоря, не очевиден Много спортсменов Лыжня глинцуется В лесу чуть холоднее, скорее всего И может получиться так, что если выберет зиру То придется ему бежать Бегом в подъемы, а не в лыжне И не факт, что зиру даст преимущество На равнении и со спуском Вот такая вот небольшая откаточная горка Уже парни начинают катать Лыжи, пробовать смазку Ну что? Вот эти чуть лучше котлеты едут, но я их не прижимаю на подъеме Ставь приоритет нам май сейчас Там по-любому холоднее уже Смотрите, кстати, какое грамотное решение Обрабатывают эмульсии лапки палок Сейчас не видно Куча народу ходит О, висит Чтобы, соответственно, снег не прилипал Ну что? Мась выбирай тогда и не парься вообще Ты все попробовать финальный раз? Да Итак, остается 10 минут до старта первых парней Группа сильнейших Если я не ошибаюсь, стартую там ближе к началу Не катай лыжи уже на это Бери, что держит Ну все, та, снимай, х**, ты их катаешь лишний раз Смотри, у тебя... Снимай здесь, про чем по говну кататься Итак, все, там старт Начинается вот эта вся предстартовая беготня у ребят Последние приготовления лыж И... И включат Там там... Процедура чипования Проходим Ну все нормально, время есть Даже много Гимнастику делай Ну кстати говоря, как вы поняли Мы, как и наверное большинство спортсменов Выбрали все-таки мазь Действительно, сейчас уже зиры, к сожалению Не работают или работают хуже И мазь как бы и держит И едет получше Хорошо, пусть там, да? Илья Трегубов потенциально один из лидеров сегодняшней гонки Я же правильно говорю? Я даже не сомневаюсь Спортсмен уступает на Атомика, кстати А давайте-ка мы Супер тайным образом посмотрим, какие шлифсы у него АВ-7 В том году был самый теплый шлифт Атомика Сейчас уже АВ-8 сделали Но АВ-8 это совсем на эфир, на что-нибудь такое, на весну С красной пюрой на воду Хороший выбор Я бы на таких сегодня пробежался АВ-8 Музыка Давай, давай, давай Вкатывай! Миние движение! Отойди Где? Вот Ни хрена себе он заехал Полно от супов идет все, по-моему Да-да-да, вижу Минуту 10 Артем, в принципе, неплохо идешь Сейчас вот начинается гонка, давай Отработать пятерку, Артем, почаще, почаще Минуту 23 губы, Илье, да? Ну, нет, пятерка многовато все-таки Даже учитывая, кому проигрывает Хорошо, что на сайте FLBR Results можно в прямом эфире смотреть промежуточные результаты Вот сейчас мы, например, в пятерке Илья Трегубов идет, проходит третьем Трегубов идет, проходит третьем Илья Трегубов идет, проходит третьем Илья Трегубов идет Вот и наш спортсмен Артём идёт на финиш Артём, Артём, давай, давай! Чаще! Да, совсем плохо, если быть честным Как хорошо, что я сегодня не бегу Господи, это боже мой Не отдавайте своих детей в лыжный спор Куда угодно только не сюда Ну а посмотрите, сколько спортсменов ещё в стартовом городке Я, к сожалению, отсюда не вижу Но я думаю, где-то человек ещё, по-моему, 270-й стартует То есть, соответственно, ещё человек 80 уйдёт на старт Чаще всего есть Такая автёма Продолжение следует...